МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Детскую республиканскую больницу в Чебоксарах капитально отремонтируют. Грант на развитие. Педагоги из Чувашии вошли в топ лучших учителей России. Благодаря федеральному проекту «Доступное дополнительное образование для российских детей» в Чувашии появится модельный центр доп. образования. Об этом говорили сегодня на заседании Совета при главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Программа будет реализовываться на территории нашей страны до конца 2025 года. И в прежние времена школьники с удовольствием ходили в различные клубы, секции, кружки. Увлекались разным – наукой, танцами, песнями, спортом. Это было хобби, которое порой перерастало в дело всей жизни. В основе нового проекта – качество дополнительного образования. Если сейчас в кружках и секциях в Чувашии занимаются 63% детей, то к 2020 году должно быть уже 75%. Причем основной упор будет сделан на программы технической и, естественно, научной направленности. Эти модельные и опорные центры, которые будут создаваться в муниципалитетах, в первую очередь они будут иметь техническую направленность. То есть мы должны к 2020 году составить долю около 46% технического творчества. Если этот проект только начинает работать в Чувашии, то программа «Безопасные и качественные дороги» уже успешно реализуется. В соответствии с ней в этом году должны быть отремонтированы 119 объектов, 94 километра дорог в четырех муниципалитетах – Чебоксарах, Новочебоксарске, Чебоксарском и Маргаушском районах. На данный момент полностью сданы под ключ 36 объектов. На 81 ведутся работы. Единственный проблемный объект на данный момент находится в Маргаушском районе. Это дорога Большой Сундырь, Большое Карачкино и Шмалай. Протяженностью 7 километров. Есть опасения, что работы не выполнят в срок. Недобросовестные подрядчики не должны получать госзаказы, подчеркнул глава региона. Надо включить черный список. Когда выигрывают или будут выигрывать, надо отменять. Конечно, надо максимально все сделать, быть со своей стороны, Владимир Александрович, чтобы включить их в список недобросовестных подрядчиков согласно действующего законодательства. Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Иванов отметил, что особое внимание уделяется качеству проводимого ремонта. Каждую дорогу принимают несколько комиссий, включая общественников. Обновленные трассы способствуют снижению ДТП. В следующем году будет дополнительно отремонтировано еще 140 километров дорог. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Долгострои под строгий контроль. Такое поручение дал Михаил Игнатьев, руководителям Минстроя и муниципалитетов. Объекты, вызывающие беспокойство, не сданные в срок жилые дома, для строительства которых привлечены деньги дольщиков. Кто в списке и как можно повлиять на ситуацию, обсудили на совещании главы Чувашии и правительства республики. Глава Чувашии напомнил, не так давно правительству республики пришлось разруливать ситуацию, когда строители не выполнили свои обязательства перед дольщиками на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Едва справились с этой проблемой, как возникла новая угроза. Минстроя Чувашии ведет реестр проблемных объектов, сроки сдачи по которым уже прошли. Но инвестирование все-таки ведется, хотя и в недостаточном объеме. По красной зоне, так скажем, у нас находятся 4 объекта. Это 2 объекта компании Алзы, компания Ютон и компания Кратонстрой, соответственно. И 8 объектов, скажем так, в золотой зоне. В первую очередь это компания Сувор, Стройсфера, это объект Ново-Южный район. И, соответственно, ОПОБЕДА, позиция номер 83 по улице Калинина. Сколько Калинина? Квартира, Калинина, людей? Порядка, если говорим по красной зоне, так скажем, по 4 объектам. Это 370 человек, на сегодняшний день, которые, чьи средства привлечены, граждане, чьи средства привлечены для долевого строительства. И, соответственно, более 1700 человек, чьи средства привлечены, скажем так, в желтой зоне находятся. По всем объектам ведется мониторинг, привлекаются компании-инвесторы, которые выполняют за несостоятельных подрядчиков. Часть работ удалось договориться с отделом Финстроем и СМО-58. Оказывать содействие пытается и администрация Чебоксара. По Алде, по тракторостроительу у него одна позиция, не может заплатить за подключение к заводу, в основном, наверное, этот показатель сегодня. То есть подключение к газу в ближайшее время хочет найти средства и оплатить, тогда вопрос будет решен. По микро-району соляной у него подключение к электричеству, но на прошлой неделе мы этот вопрос решили, но в ближайшее время также должен сдать этот объект. По словам Алексея Ладокова, есть подозрение, что в некоторых случаях средства, собранные у дольщиков, уже выведены из проектов. Городские власти намерены обратиться за помощью правоохранительные органы. Именно поэтому надо тщательно контролировать код строительства каждого такого объекта, отметил глава республики. Мы не должны наблюдать, мы должны, соответственно, оценивая ситуацию, постараться максимально оказаться в содействии. Поэтому прошу здесь упреждающе действовать, упреждающе действовать. Михаил Игнатьев поручил контролировать все 12 объектов в ручном режиме и использовать все возможности и способы, чтобы они были достроены. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Ежедневно в Республиканскую детскую больницу обращаются около 200 детей. Маленьким пациентам нужны комфортные условия. А поликлинику построили еще 30 лет назад. И с тех пор там ни разу не проводился капитальный ремонт. В этом году все изменится. Более 26 миллионов рублей получила детская республиканская больница на капитальный ремонт поликлиники. Деньги поступили из резервного фонда президента страны. Мы уже отработали дорожную карту по освоению этих финансовых средств. Работаем с министерством ведомства параллельно, чтобы эти финансовые средства эффективно мы использовали. Подготовлены аукционные документации. Будет проведен аукцион, будет определен подрядчик. Ремонт предположительно начнется в конце октября текущего года. Обновят все кабинеты и коридоры, кровлю, заменят коммуникации. Это отопление, вся система отопления, вся система электроснабжения, вся система вентиляции, система пожарной сигнализации, которая должна соответствовать современным требованиям. Будут заменены все полы, будут заменены все двери. Правда, старые окна в больнице уже успели поменять на новые пластиковые. И лифт обновили в рамках республиканской программы по замене старых лифтов. Но дел еще много. Мы в эту поликлинику ходим два раза в год. Поликлиника очень хорошая. Если ремонт будут делать, то еще лучше будет. Во время ремонта часть узких специалистов будет принимать пациентов в основном корпусе республиканской детской больницы. А другие врачи переберутся в центр восстановительного лечения. Ремонтные работы планируется закончить уже к марту 2018 года. Кстати, сегодня в республиканскую детскую больницу госпитализировали детей из инфекционной. В подвале инфекционного корпуса городской детской больницы номер 2 произошло замыкание в электрощитовой. Из-за этого возникло задымление. Министр здравоохранения Владимир Викторов сообщил о случившемся главе Чувашии Михаилу Игнатьеву. В считанные минуты эвакуировали 126 детей и 97 родителей. Для продолжения лечения их направили в городскую детскую больницу номер 3, Республиканскую детскую клиническую больницу и Новочебоксарскую городскую больницу. Как сообщает пресс-служба Минздрава, пострадавших нет. В ведомстве работает горячая линия. Позвонить и узнать всю информацию можно по телефону 26 15 15. Что ты знаешь о своей будущей пенсии? Сегодня в Республике стартовал ежегодный образовательный проект по повышению пенсионной грамотности учащихся. Освоили ли этот урок чебоксарские студенты, расскажет Юлия Важенина. Все о будущей пенсии для учебы и жизни. Журналы с таким названием лежали на каждой парте. Как рассчитывается пенсия, какие обстоятельства влияют на ее размер, в чем суть бальной системы начисления. Сегодня все студенты от Калининграда до Владивостока узнали много полезного о своей будущей пенсии. Программа образовательная будет продолжена до конца этого года. Она будет сопровождаться внеклассными часами, также конкурсом, в котором дети могут изложить те знания, которые они почерпнули в процессе сегодняшнего открытого урока, а также самостоятельного изучения пенсионной тематики, в своих сочинениях. И Пенсионный фонд в последующем оценит эти сочинения и предоставит возможность гражданам и студентам самостоятельно поучаствовать в этом конкурсе и, соответственно, получить какие-то за свое участие даже призы. Виктория Хижняк станет педагогом только через несколько лет, но вопросы формирования пенсии ее интересуют уже сейчас. Все потому, что мама столкнулась с трудностями при перечислении пенсии. После урока пенсионной грамотности Вика знает, как ей помочь. Сегодняшний урок мне очень понравился. Я узнала то, что уже сейчас, в свои 17 лет, я могу узнать о том, какая пенсия меня может ожидать в будущем, о том, как сделать так, чтобы она была большой. В столице Чувашии такой проект реализуется вот уже седьмой год. За это время с основами пенсионного законодательства познакомились более 60 тысяч учащихся. И эта цифра продолжает расти. Юлия Важенина, Республика. 9 педагогов из Чувашии вошли в топ лучших учителей России. Они получат гранты президента страны. А гранты главы республики ждут 34 учителей. На уроки победителей отправилась наша съемочная группа. С чувашского языка «хурон» переводится как «береза». И ученики Ирины Диаровой это точно знают. Ирина Алексеевна начала преподавать с пятого класса. До этого я не любил чувашский. Но как Ирина Алексеевна начала преподавать, он мне сразу понравился. Потому что она все объясняет. И у нас урок проходит в форме диалога. И из-за этого я знаю много слов. В этой школе Ирина Алексеевна работает почти 20 лет. За это время она научила любить чувашский язык сотни детей. Учитель сам должен быть патриотом своего языка, своего народа, своей культуры. Вот этим я, наверное, и привлекаю детей. И до этого времени мне никто еще не сказал, зачем он нужен, чувашский язык. У педагога множество дипломов, грамот, наград. А теперь и грант президента страны. Ирина Алексеевна делится своим профессиональным секретом. Когда учитель просит где-нибудь участвовать на каких-нибудь конкурсах, конференциях, если дети отзываются, если с ними можно найти общий язык, то победа будет. А если ты только сам один работаешь, то этого гранта бы не получилось. 62-я Чебоксарская школа. Кабинет 218. Учитель Людмила Петровна Николаева. Сына, Суна, 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 Суна. За партами второклашки. К ним у Людмилы Петровны особый подход. В 62-й школе она преподает 22 года. Ее ученики – постоянные участники конкурсов и олимпиад. В этом году впервые прошла Международная олимпиада по чувашескому языку и литературе. Победитель – 11-классница Юля. Ученица Людмилы Петровны. Это было неожиданно. Я не поверила. Я говорю, призеры – нет победителя. То есть какое-то небольшое шоковое состояние. А потом радость, конечно же. Как быстро запомнить незнакомое слово? Людмила Петровна нашла ответ. Она стала сочинять небольшие стихотворения, которые потом повторяла вместе с детьми. И это стало началом ее писательской карьеры. Я когда пошла туда, к редактору, мне сначала сказать, что стихи неактуальны. Что нужно писать о компьютерах, о современных технологиях. Но я сама удивляюсь своему упорству. Я сказала, так. Тема животных, тема дружбы, она всегда актуальна. Ее стихи можно встретить на страницах многих сборников. Поэтому использовать этот метод обучения могут и другие учителя чувашеского языка. В Чувашии определены участники делегации, которые будут представлять республику на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. В их числе и наши корреспонденты Ольга Пырочкина, Анастасия Лангина и Юлия Важенина. Мы ждем КПБС-2017! Вот они, 125 счастливчиков, которые меньше, чем через месяц будут представлять Чувашскую республику на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Они проходили собеседование, отбор, волновались и ждали заветного письма. Приглашаем принять участие в фестивале. Теперь Сочи совсем близко. Это разные категории. Это и представители молодежных общественных организаций, это представители работающей молодежи, сферы политики, ну и просто студенты. Всемирный фестиваль молодежи и студентов Советский Союз уже принимал дважды в 1957 и 1985 годах. У многих нынешних делегатов в них участвовали бабушки, дедушки и даже родители. Это значок Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1985 года, который проходил в Москве. Это значок мне досталось от матери. Шесть лепестков ромашки и также голубь. Участников ждут 12 площадок. От науки и технологий до глобальной политики, экологии и здоровья. Я еду на площадку «Глобальная безопасность. Вызовы будущего». Это международный, межкультурный, молодежный диалог. Ожидаю информации, куда, возможно, я перееду на несколько лет жизни. Не патриотично? Очень патриотично. Я наберусь там опыта и вернусь сюда обратно, чтобы поднимать город Чебоксары и нашу республику все выше и выше. От нашей телекомпании отбор прошли три корреспондента. Так что подробнее уже из Сочи. Ольга Пырочкина, Расиль Мухаммедов. Республика. 85 лет отметила организация, сотрудники которой практически создали облик современной Чувашии и ее столицы. Речь про «Чуваш-граждан-проект». Об этом далее. А я с вами прощаюсь. До завтра. Если спросить чебоксарцев, с чем у них ассоциируется наш город, многие ответят – залив, речной порт, монумент матери-покровительницы. Большинство мест и зданий, которые стали своего рода брендом столицы республики в разные годы, спроектировали сотрудники проектного института «Чуваш-граждан-проект». В те годы, когда занимался институт этой темы, центром города, институт оставался… был единственной проектной организацией, который в себя вобрал самые такие силы архитектурные и инженерные. Что было в начале 80-х и что стало, как город преобразился за 20 с небольшим лет. Архитектурная доминанта залива, дом правительства – тоже проект института. Мы хотели сделать современное здание. Конечно, неприятное слово – мода в архитектуре, но тем не менее веяния какие-то определенные, модные, безусловно, присутствуют. Пошел, значит, такой материал, как алюкабон. Пошло остекление сплошное, купольная система мы там сделали. Одни здания проектируют для того, чтобы они стали лицом города, другие – для комфортной жизни, учебы, работы. Так, со знаменитых высоток на Афанасьево началось монолитное строительство в Чувашии. А в 70-е и 80-е годы «Чуваш-граждан-проект» разработал региональную серию типовых проектов крупнопанальных домов. Именно ими застроены спальные районы Чебоксара-Новочебоксарска. Фактически круглые сутки шла работа в институте, когда строились объекты для работников тракторного завода. 21 детский сад, 21 общежитие, магазины «Шубашкар-2», гостиницу «Дис». Ну и все, как говорится, объекты соцкультбыта, которые проектировал граждан-проект. Спасибо ему за то, что есть у нас такой с вами красивый город. Сейчас институт является основным проектировщиком программы формирования комфортной городской среды. По его проектам растет новый город и ряд других микрорайонов. В этом году мы уже запускаем кафедру Чувашского госуниверситета на базе нашего института «Чуваш-граждан-проекта» для обучения студентов и специалистов проектной деятельности. Также будет создано два отдела по технологии БИМ-проектирования. Оно позволит нам качественно и быстро выполнять проектно-сметные документации. Меняются способы проектирования, оборудование, материалы. Остается девиз института. Творчество, ответственность, красота. Редактор субтитров А.Семкин